Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Как известно, легенды иногда возвращаются. Вот и в замечательную игру пытаются вернуть легендарные китоками, которые когда-то вожделели очень многие. Это был чуть ли не корабль-фетиш. Однако по мере того, как его пытались вернуть в игру, а делали это уже несколько раз, он проходил через различные этапы тестирования и оказывалось, что кораблик уже несколько подустарел и далеко не такой интересный, каким казался поначалу. Да, у него аж 40 торпед, но в последней итерации тестирования они были медленные и с высокой заметностью, то есть для поражения уснувших целей. А кроме торпед у корабля ничего не было, разве что еще пачка недостатков. К тому же после выхода паназиатских крейсеров стало окончательно ясно, что на крейсерах даже куча шикарных торпед, а у паназиатов они реально шикарные по сравнению с торпедами-китоками, все равно на практике урона они приносят весьма немного, кроме единичных редких моментов. Все-таки крейсер кидает торпеды издалека. Попасть ими с такой дистанции та еще лотерея. И в итоге десятка паназии Цзинань серьезно подразочаровала, несмотря на свою потенциальную сокрушительную торпедную мощь. Так что китоками скорее всего обречен на такое же, только хуже, потому что у него главный калибр скорее всего будет еще слабее, чем на Цзинань. То есть кораблик ждет малополезное бесцельное плавание и выведение из душевного равновесия союзников своей бесполезностью. А если ему сделают торпеды получше, тогда это будет уже токсичная имба, на что разработчики вряд ли пойдут. Так что вангую очередной малополезный кораблик за какой-нибудь дорогой редкий ресурс типа очков исследования. Для тех, кто многие годы мечтал о китоками и хочет его получить просто потому, что это мечта. А вот целый ряд других кораблей получил вполне осязаемые и очень приличные апы. Во-первых, меняют модернизацию на дымы. С одной стороны уменьшают бонус, но полностью отменяют и штраф. Но это такой себе, может даже и небольшой нерв модернизации для ряда кораблей. Но самое интересное то, что теперь эта модернизация доступна и для кораблей 5-10 уровней, использующих снаряжение дымогенератор полного хода. А вот это уже апчик кораблей Италии. Много кому еще меняют дымы, в целом правки приятные, но самое интересное это Гектор. Бедолага за очки исследований, который оказался мало кому нужен. И вот теперь его приводят в более-менее товарный вид. Так дальность хода его торпед увеличивают с 10 до 12 километров. Широкий веер пуска заменяют на узкий. А количество восстанавливаемого урона в цитадель увеличивают с 10 аж до 50 процентов. И в таком виде кораблик уже начинает быть интересным. Как говорится, вечер перестает быть томным. Еще очень много мелких правок по другим корабликам. Из особо интересного это увеличение толщины обшивки носа и кормы у многострадального Индианапольса с 16 до 25 миллиметров. Серьезное практическое изменение, которое поможет лучше танковать ромбом. Также осуществляют небольшое улучшение маскировки советских эсминцев. Улучшение скорости вращения башен зао. Вот это, конечно, важный апп, потому что сейчас у него башни слишком уж приварены. Также его неудачному псевдозаменителю Йода, который также оказался мало кому нужен, наконец-то уменьшают время перекладки рулей. Но это вряд ли его спасет. В целом, конечно, приятно, что разработчики решили вспомнить про малополезные кораблики. Но, как говорится, хотелось бы большего. Но вот истории с Гектором, итальянцами и башнями зао – это действительно значимые события, ощутимо улучшающие эти корабли. Ну и напомню, что завтра начнется игровое событие, в котором можно будет получить крейсер Ноттингем, в том числе за ресурсы. Обзор его уже есть на Бусти, как и 37 других интересных видео, в том числе про выбор кораблей за уголь в современных условиях. Сегодня выйдет про выбор кораблей за сталь. И еще много чего интересного. Получить за символическую цену доступ аж к 37 видео – это хорошее предложение. А канал сможет продолжить свою работу. Так что можно совмещать приятное с полезным, если не хотим, чтобы этот канал летом канул в лету. Один в поле не воин. Я в вас верю, друзья. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджелл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok